Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я недавно открыл для себя режим Гравитация. И скажу вам откровенно, он не производит на меня абсолютно никакого впечатления, кроме негативного. Я не получаю удовольствия от боев, но обратил внимание, что очень-очень много шериданов ракетных есть в этом режиме боев. И мне кажется, что это все не просто так. Мне кажется, что игроки что-то знают, и я тоже хочу это узнать и хочу это попробовать. Я не часто выкатываю шеридана. Последний раз я его в руки брал, наверное, тогда, когда он был еще среди танчиков проходных, стоял на 10-м левеле. Ну, точнее, не так. Когда шеридан был с этой пушкой в обычной прокачиваемой ветке. Вот так это назовем. Я никогда не выкатываю шеридана по одной простой причине, потому что в режиме я не особо играю. Ну, а даже когда играю, то все равно мне не нравится, потому что на нем отыгрывать с его вот этими управляемыми ракетами, стоя где-то, крайне сложно. По крайней мере, для меня. Что же касается режима гравитации, в который мы с вами запрыгиваем, то я увидел, что на нем играть, скорее всего, прикольно. Потому что ты захватываешь товарища в прицел, и твоя задача просто правильно вести прицел за твоим противником, для того, чтобы ракета в него долетела. Вне зависимости от того, куда ты дальше сам разворачиваешься и летишь. И мне кажется, что именно поэтому ракетный и выходит из ангаров именно тогда, когда появляется режим гравитации. А до этого момента ракетный стоит себе где-то пылится в ангаре, но и, соответственно, не пользуется абсолютно никакой популярностью. В целом, ракетный изначально был придуман довольно-таки прикольно, когда у тебя есть управляемая ракета. Это действительно интересно. И сама идея была очень хорошая. И придуман он был абсолютно вовремя. Он был придуман тогда, когда танчики начали становиться немножко унылыми. То есть необходимо было разработчикам добавить чего-то новенького. Но что ты добавишь? Особо ничего нового ты не придумаешь. К сожалению, ты не можешь впихнуть сюда по ряду причин те же самые, допустим... Сейчас, секундочку. Одну секунду. Артиллерию всунуть ты сюда нормально в игру не можешь по тем или иным причинам. И по размеру карт, и по физике игры. Короче говоря, сложный процесс. Да, и скорее всего будет невозможный в любом случае. Но, давайте будем говорить откровенно. Надо было что-то добавлять новое. И, соответственно, разработчики это сделали. Сделали прикольно. Реализовали фигово. И будем говорить честно, по отношению к разработчикам, попытки были хорошие. Просто необходимо было реализовать возможность прицеливания каким-то другим способом. А не тем, которым это было реализовано. Так, ну что. Погоняемся с вот этим товарищем. Ой, только не на меня. Только не на меня. Спасибо большое. Было очень приятно. Я тоже хочу полетать. Слушайте, ну вот действительно. Шеридан ракетный. Это тот танк, который действительно доставляет удовольствие, играя в данном режиме боев. Здесь я уже спорить не буду абсолютно. Я попробовал, ну не знаю, добрых два десятка танков. И ни один меня не впечатлил. Я послушался советам одного из подписчиков. Ну не то, чтобы человек давал прямой совет. Но он мне порекомендовал своим скромным мнением. Сказал мне, что я себе выкачал Мауса именно для того, чтобы играть в режиме гравитации. Фанится. Я выехал на Маусе в режиме гравитации. Не получил абсолютно никакого удовольствия. Мне не понравилось. В дальнейшем я понял, что... А, вот так вот. Надо было пушку сначала довернуть. В дальнейшем я начал выкатывать тяжелые танки, средние танки, легкие танки. Легкие танки меня не впечатлили, потому что летаешь ты в принципе как кусок фекалий в проруби. И в целом на этом привет. И тебя все разбирают. Что касается ПТшек, сделал для себя вывод, что ПТшки, особенно с неповорачивающимися рубками, это просто груши для битья, над которыми все тупо издеваются. Ну и ничего более ты в бою не видишь. Что касается тех же самых ПТшек, но уже с поворачивающимися рубками, у них другая проблема. Время перезарядки. То есть пока ты перезаряжаешься, опять-таки все тебя разбирают, тебя подбрасывают. Ну и соответственно, даже если у тебя полностью либо частично поворачивающаяся рубка, в любом случае счастья тебе нормально не сыскать. По крайней мере у меня это не получалось. Ну вот соответственно и оставалось выбрать себе только из средних танков самую годную подходящую машинку. И по-моему, ребят, я ее выбрал. Сейчас попытаюсь вот сюда вот взлететь к Шеридану, который здесь от меня технично прячется. И да, мне крайне приятно, что я наконец-то нахожусь там, где ранее я находиться не мог. Я смог заехать вот сюда наверх, в самый край карты, увидеть что-нибудь новенькое и посмотреть, как эта карта выглядит издалека. Я вот так вот сейчас в наглую просто на товарища стану, буду его добирать. Не, ну смотрите, я бы сказал так, пейзажи открываются просто офигенские. Ребят, вот смотрите, вот этого вот всего вы реально не видите, когда вы играете. И наверное в этом и есть кайф этого режима. Может из-за этого народ так прется от того, когда видит, что есть возможность выйти в этот режим и соответственно в него и запрыгивают. Сейчас однозначно, однозначно беру еще раз Шеридана и еще раз закатываюсь в бой, потому что вот этот танк мне действительно очень понравился в этом режиме. Да, наверное сейчас для меня этот режим будет играть какими-то новыми красками, тогда когда я знаю, на чем необходимо в него заезжать. Потому что все остальные машины, они просто были настолько унылые и неинтересные. Ну прям, да не могу. Ну что, поехали. Посмотрим, куда тут можно запрыгнуть. Как говорится, вот сюда, да? Вот попробуем ради интереса. Я там никогда не был, мне всегда было интересно, что там находится. Погнали. Главное, сейчас не в сандалец они во что... Блин, ну что ж такое? Ну чуть-чуть не хватило допрыгнуть. Теперь придется ждать 15 секунд для того, чтобы перезарядиться. Но я все-таки хочу сюда заехать, очень сильно. Хочу заехать сюда. Тут кто-то уже летит к нам. Вот, промахнулся я. Ох ты, блин, как он мне вкинул только что. Больно и неприятно. Спасибо большое за то, что мне боеукладку вынесли. Отвали от меня, товарищ. Блин, не дал он мне туда залезть. Обидно, ребят, очень сильно обидно. Досматриваем бой. Ну и, соответственно, попробуем закинуться в следующую каточку. Потому что это, ну прям совсем мало-мало-мало. Я хочу еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, друзья мои, закончился бой. Закончился он, ну, без меня. Меня вынесли прям совсем-совсем. Запрыгиваем в следующую катку. Так как я хочу все-таки прочувствовать, что такое... Мама моя дорогая, еще и на классную карту забрасывает. Опять-таки, для меня все ново. Эту карту я вижу вообще первый раз. И теперь у меня вопрос, куда ехать? Да, надо было мне, наверное, все-таки поиграть подольше. Потому что я, вы же говорю, я отыграл, ну, не знаю, добрых пару десятков каток в режиме гравитации на разных машинах. И вот только первый раз меня забросило на эту карту. И теперь я не знаю реально, что мне делать. Да, так, вот, пожалуйста. Товарища унесло. Вы знаете, я вам скажу так. Вот эта карта, она даже как-то повеселее и поинтереснее будет. Я хоть и не знаю, куда мне ехать, но, по-моему, здесь нет необходимости ехать куда-то на конкретное направление, потому что здесь направлений как таковых-то и нет. Я просто к чему говорю, что данная карта своей вот физикой танков, она вот как не есть кстати. Потому что именно на этой карте ощущается не то, что у тебя приступ шизофрении, а ощущается то, что ты реально где-то вот на другой планете. Именно поэтому ты вот так вот и летаешь по всей карте. Ладно, не смог я в третьей катке оценить, но Шеридан действительно показывает себя довольно неплохо. В целом, все равно, ребят, остаюсь при своем мнении, что хоть и на том же Шеридане ракетном играть прикольно, но сам режим, ну не знаю, очень-очень непонятен для меня и, честно говоря, больше похож на, не знаю, какой-то приступ истерии, чем на нормальные танковые баталии. Соответственно, остаюсь при своем мнении, мне все-таки пока больше заходят обычные рандомные бои. На данный момент у меня все. Если вы за честные обзоры и честное мнение подписывайтесь на мой канал, я буду вам безумно благодарен и отблагодарю вас новыми, свежими и абсолютно честными видео. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова